доброе утро многие считают что массаж выполняется с использованием масла или крема но оказывается есть такой сухой массаж который даже эффективнее обычного но кому он точно не подойдет и в чем пользу такого массажа сегодня спросим у нашего эксперта про классический массаж сухой техники нам сегодня расскажет массажист пучинкина ольга доброе утро доброе утро мы привыкли что массаж обычно делается с маслом или с каким-нибудь кремом но в статье про здоровье я прочитала что есть такой массаж который выполняется и без масла и без крема вот расскажите что это за массаж такой и в чем его преимущество в первую очередь хочу отметить за счет того что у нас нет никакого смазащего средства это может быть крем масло леталь у нас происходит очень глубокая сцепка с кожей то есть с мышцей и мы здесь можем достаточно глубоко гораздо сильнее чем по любому смазывающему средству произвести массаж таким образом мы достаточно крепко держим мышцу фасцию и можем глубоко хорошо воздействовать по силе воздействия массаж по маслу например гораздо сильнее будет проигрывать сухому массажу а еще хочется сказать что для некоторых клиентов очень важно чтобы у них осталось тело чистое и здесь тоже огромный плюс будет у тех кого нет кабин душевой например да очень мало кого она есть у нас клиент останется весь чистый еще я хочу отметить здесь что происходит гораздо быстрее разогрев за счет того что сильнее трение с кожей мы разогрев сделаем быстрее а в процессе массажа ваш клиент испытывает вообще боль или нет да действительно есть такое люди кто очень нежный чувствительная им все-таки лучше будет массаж выбрать другой по сухому он будет более жесткий это не всем так лучше узнать предпочтение но сто процентов это есть кому точно подойдет такой массаж всем кому нравится массаж пожестче поглубже когда мы с клиентами разговариваем у них спрашиваем что вам больше хочется какие вас есть предпочтения и здесь в зависимости от того что мне человек говорит я для себя понимаю надо это или не нужно конечно кто хочет массаж более сильный он однозначно подойдет и будет хороший кому лучше воздержаться от этого массажа в любом массаже есть противопоказания конечно мы обязаны спросить у клиентов какие у них есть заболевания как они себя чувствуют и может быть есть какие-то вещи особенности которых нам нужно знать и здесь я точно знаю что при заболеваниях простудных уэроза и урви онкологии печеночной почечной сердечной недостаточности варикозное расширение вен если мы про ноги сейчас говорим и еще ряд других заболеваний конечно будут противопоказаниями тогда лучше отказать человеку в таком случае приемы каких видов массажа используются в этом массаже безусловно классический массаж которым в основном работает все массажистами фасциальной техники мягкая мануальная коррекция висцеральный массаж живота они точно будут хорошо сюда подходить давайте покажем несколько интересных приемов этого массажа давайте покажу три самых интересных приема и начну я с основания ладони я его очень люблю потому что него большой охват тел человека две руки лежат у меня и работают и я спокойно никуда не тороплюсь делаю глубокое разминание клиент этот прием очень любит он достаточно приятный давайте посмотрим второй прием это двойное кольцевой это очень приятный прием его любят клиенты и выполнять можно его как на спине на плечах и на шее и так я захватываю мышцу и мои руки точно понимают что я работаю не с кожей и это прям момент надо учитывать при работе с кожей с мышцами не работаем массаж будет не эффективный и третий прием это работа локтем это конечно самый сильный прием его далеко не все могут выдержать и так я достаточно мягко хожу на пояснички мы работаем очень аккуратно и уже от грудного отдела я могу чуть пожестче надавливать движение мое очень медленное потому что мы сейчас работаем достаточно глубоко и понимаем что клиенту может быть очень больно и мягко аккуратно доводим до конца огромное вам спасибо за то что вы нам сегодня рассказали и показали будьте здоровы сегодня мы рассказали про классический массаж в сухой технике оказывается он гораздо эффективнее того что выполняется специальными средствами или маслами но помните что перед процедурой нужна консультация специалиста а вы берегите себя и будьте здоровы